Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова ваш болгарский дневник. Сегодня я хотела бы продолжить тему предыдущего видео. Оно посвящено нашему путешествию из Санкт-Петербурга в Стамбул, а затем из Стамбула непосредственно до Болгарии, до Солнечного берега. Как я уже говорила в своем предыдущем видео, ссылочку на которое я обязательно оставлю под этим роликом, а мы выехали 16 мая 2022 года в 22 часа. В 3 часа ночи мы прилетели в Сочи. Дело в том, что это был стыковочный рейс Аэрофлот. На тот момент, когда я приобретала билеты, это был самый выгодный рейс. Мы приобрели его за 17 тысяч рублей с одного человека в одну сторону. 17 тысяч рублей имеется в виду перелет непосредственно из Санкт-Петербурга в Стамбул, но с ожиданием Сочи и перелетом через аэропорт Сочи. Итак, на ваших экранах вы видите аэропорт Сочи. Мы прибыли в него в 3 часа ночи. И нам предстояло ждать наш рейс Сочи-Стамбул в течение 5 часов. Поэтому возможности снять гостиницу, к сожалению, у нас не было. Обратите внимание, что около аэропорта Сочи есть достаточно много гостевых домов, куда вы можете пройти буквально пешком. Но у нас не было такой возможности. Мы боялись, что да, возможно, мы найдем какое-то пристанище, но вовремя не встанем и проспим наш рейс. Поэтому мы приняли решение оставаться в аэропорту. Там были достаточно удобные сидения, у которых не было внутренних перегородок. То есть они представляли из себя такие диванчики, на которых при необходимости вы можете уложить вашего ребенка. Я понимаю, что это смотрится, конечно, немножечко дико, для кого-то совершенно некомфортно. Но мы настолько устали в тот момент, что нам было, в принципе, все равно уложили своего ребенка, как могли. И таким образом он хотя бы немного, но выспался. И хотела бы добавить, что аэропорт Сочи произвел очень приятное впечатление. Можно найти места, где есть возможность подзарядить свои гаджеты, приобрести круглосуточно напитки, питание. Цены достаточно высокие на этот вид услуг. Туалеты чистые. В общем-то, период ожидания был достаточно комфортным. Да, сама дорога была не очень простой, но все могло бы быть еще хуже. Поэтому в целом мы довольны. Хотела напомнить, я говорила об этом в своем предыдущем видео. Еще у нас проверили наши ПЦР-тесты. И у всех пассажиров, которые летели до Стамбула, в нашем аэропорту Пулково, у нас в Санкт-Петербурге, у нас проверяли все антиковидные документы. Это были либо QR-коды о вакцинации, либо справки переболевших, которые люди скачали с личного кабинета госуслуги на английском языке. У нас же были обычные ПЦР-тесты, которые также внимательным образом проверили. Да, их больше нигде не проверяли. В Стамбуле не было никаких вопросов, но при посадке в самолет аэрофлота у нас все проверили. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Да, это будет ваше решение, ваш риск делать ПЦР, не делать, но у нас их проверили. Сейчас на ваших экранах вы по-прежнему видите аэропорт Сочи или Адлер. Например, аэропорт большой, современный, построен недавно, производит очень приятное впечатление. Может быть, кому-нибудь будет интересно. Из Санкт-Петербурга до Сочи мы летели, компания Аэрофлот с самолетом обычным Airbus, А вот из Сочи до Стамбула в настоящий момент от Аэрофлота летают Суперджет Сухой-100. Это новые, небольшие, я бы сказала, миниатюрные самолеты российского производства. Они произвели на нас достаточно приятное впечатление. Скоро вы увидите их на своих экранах. Сейчас вы можете увидеть Сочи, который мы увидели за стеклом аэропорта. В утренние часы город произвел на нас приятное впечатление. Все, что мы увидели, нам понравилось. Так вот, какие ощущения от Суперджета Сухого? Ну, во-первых, салон непривычно небольшой. И с одной стороны сидение в два ряда. Это по левую сторону, а с правой стороны в три ряда. Вот вы сейчас можете увидеть этот Суперджет Сухой. Странные достаточно впечатления. Дело в том, что мы привыкли летать на больших самолетах. И взлетают они тяжелее. И садятся. У меня было такое от Суперджета впечатление, что он легкий, как воробей. И его очень... Он как-то слишком легко маневрирует, слишком легко взлетает, садится. И у меня от него были не очень приятные впечатления, связанные исключительно с моим давлением. Поскольку я гипертоник, у меня были некоторые сложности с адаптацией в этом самолете. Но в то же время мои близкие, мой муж и мой сын, пришли к обоюдному мнению, что наоборот, у них более приятные впечатления от взлета и посадки, нежели в крупном самолете. То есть им все очень понравилось. Мне не очень. Но в любом случае, самолеты новые, приятные. Обслуживание нам очень понравилось. Вообще, обслуживание Аэрофлота, на мой взгляд, очень профессиональное. Все стюарты очень вежливые, всегда готовы прийти на помощь. И хотела добавить, что из Санкт-Петербурга до Сочи мы летели 4,5 часа, ввиду того, что были вынуждены облетать большие территории. А вот из Сочи до Стамбула мы долетели всего за 2 часа. Сейчас перед вами вы видите огромный новый аэропорт Стамбула. Мы и ранее неоднократно летали через Стамбул, однако пользовались в основном аэропортом Ататюрк. Это старый аэропорт. В настоящий момент он не используется для пассажирских перевозок. И мы впервые оказались в новом стамбульском аэропорту. Аэропорт огромнейший. И к нашему стыду, несмотря на то, что я обычно тщательно готовлюсь к поездке, видимо, бессонная ночь дала о себе знать. Мы немножко отстали от других пассажиров нашего самолета и заплутали. Также мы очень сильно нервничали, поскольку у нас был заказан трансфер. И нас ожидал водитель в аэропорте. Я расскажу об этом замечательном водителе позднее. Здесь видно, как долго мы шли. Вернее, как сказать, весь поход, конечно, я не сняла. Но мы прошли, вы не поверите, порядка полутора километров минимум по этому аэропорту, поэтому будьте, пожалуйста, готовы к длительным переходам. И если вы будете заказывать такси, чтобы вы не нервничали, так как нервничали мы, обязательно, например, вот вы прилетаете в 11 часов, заказываете такси с разницей в час, а то и в полтора часа. Дело в том, что мы летели только с ручной кладью, а те люди, которые приехали с багажом, по какой-то неизвестной причине они ожидали свой багаж порядка 30 минут дополнительно. И, соответственно, лучше, чтобы вы не нервничали, аэропорт огромный, заказывайте такси плюс полтора часа с момента вашего приземления. Мы заказали нашу доставку, наш трансфер сразу в 11 часов, то есть мы думали, что мы достаточно быстро выйдем, высадимся, найдем друг друга. Однако, несмотря на то, что мы шли с ручной кладью, нам предстояла огромная очередь к паспортному контролю. Паспортный контроль проходят люди из совершенно разных самолетов, совершенно разных рейсов, везде стояли дикие очереди. А здесь, кстати, вы можете увидеть на ваших экранах зал ожидания Стамбульского аэропорта. То есть это такие мягкие ступени, где вы бесплатно можете отдохнуть и поспать, если у вас несколько часов между вашими стыковочными рейсами. Ну вот мы идем и идем и идем. Хотела сказать, что я планировала снять для вас, как мы с карты Мир снимаем турецкие лиры. У меня с собой была наличность в евро, но мне хотелось сделать для вас полезный контент. Однако мы совершенно запутались в этом аэропорту, очень сильно опаздывали, и в итоге на нашем пути встретился только один банкомат Зира от банка, поскольку мы вышли из аэропорта не с той стороны, с которой вообще были должны. И этот банкомат, он просто, я так понимаю, скорее всего, он просто не работал. Он у нас не принял карты, но мне показалось, что у него что-то было написано, может быть, закончилась наличность. Поэтому, к сожалению, не смогу я быть вам полезным в вопросе продемонстрировать, как снять с карты Мир турецкие лиры. Однако мои соотечественники, которые выезжали накануне из аэропорта Стамбула, благополучно сняли турецкие лиры по карте Мир, используя банкоматы Зираат банка, Вакив банка. И хотела также сказать, что мы заказали трансфер, нам очень повезло с водителем. Это замечательная, интеллигентная женщина, очень доброжелательная, заботливая. Ее зовут Анна. У нее самый недорогой трансфер, который обошелся нам 170 евро от нового аэропорта Стамбула до солнечного берега, прямо до дверей, грубо говоря, нашего комплекса Форт Нокс Орхидея. Мы ей очень благодарны. Она ждала нас мужественно полтора часа. Спасибо ей большое, что она не уехала, встречала нас даже, сама купила воду. Мы ей были очень признательны. Проездка прошла замечательно. Здесь вы сейчас можете увидеть турецкую границу, через которую мы благополучно достаточно быстро прошли. Вся поездка у нас заняла около пяти часов. Анна очень опытный водитель. Для всех тех, кому нужен будет трансфер, я укажу координаты Анны. Встретила нас как родных, довезла очень быстро. Салон ее Мерседеса, я не разбираюсь в моделях, к сожалению, но салон ее очень просторный. Это седан, но в нем крайне комфортно ехать высоким людям. Задние сидения на достаточном расстоянии. Спасибо Анне большое. И WhatsApp, и Telegram я обязательно оставлю под этим видео. Стоимость трансфера нам обошелся. Стоимость трансфера обошлась 170 евро. Также я хотела напомнить вам, что ранее говорила о том, что в Telegram-канале существует специальная группа, в которой люди договариваются о совместной поездке на такси. Ссылочку на эту группу я обязательно оставлю под этим видео. Также у канала Болгарский дневник существует свой Telegram-канал, на котором также люди объединяются в совместные трансферы из Стамбула до Болгарии. Ссылочку я также оставляю под этим роликом. А также у вас всегда есть возможность добраться из Стамбула до Болгарии на автобусе, на автобусах, которые ходят регулярно, ежедневно. Ранее я снимала подробное пошаговое видео, как добраться от аэропорта Стамбула до автовокзала. Ссылочку на это видео я обязательно оставлю под этим роликом. Стоимость билета на автобус из Стамбула до Бургаса, Солнечного берега или Варна, 400 турецких лир за одно место. В завершении этого видео я хотела бы проанонсировать свои последующие видео, которые будут посвящены жизни на Солнечном берегу. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете всегда задать их в комментариях. Всего вам самого наилучшего. До вижданное!